Приветствую вас, Эля. Могу предположить, что мотивация изменить ситуацию произойдет из такого подспутненького чувства, что вы должны заводить семью и детей. Это такое вот чувство долго у вас наблюдается. Но правда заключается в том, что, по-моему, что у вас это чувство долго есть, как бы, ну, ситуация особо не изменится, в принципе. Это просто потому, что долг еще никогда никому не помогал, знаете ли, сделать его жизнь светлее, приятнее, приятнее, позитивнее и так далее. Ну вот, никогда таких случаев не было, чтобы долг человеку помогал быть счастливее. Долг может дослеплять, долг может слушать заменщение чего-либо или кого-либо. Но никогда долг не делать человека счастливым. Так же, в принципе, и с вами обстоят дела. Вы можете сколько угодно тянуться к этому чуть-чуть подолго, но если, образно говоря, это все не идет от души, если вы не готовы делиться чем-то с мужчинами, если вы не готовы вступать в отношения с мужчинами, если вы не готовы раскрываться перед мужчинами, если вы не готовы что-то отдавать или если вам нечего отдавать, то так и будете вы находиться в неком парадоксе между тем, что с одной стороны нужно, по вашему мнению, а с другой стороны хочется. Вот, ну и то и другое, в общем-то, будет довольно проблематичным для вас. Поэтому ответ для меня выглядит вам такой, что сперва нужно определиться с целью. Цель вашей мотивации что-либо делать и менять ситуацию. Опять же, менять ситуацию, это некое такое абстрагирование от вашей ситуации. Потому что вы не говорите, что мне делать. Да, вы сбрасываете, что со мной не так. Но почему вы решили, что с вами что-то не так. То есть, ваша формулировка, ну, наводит на какую-то мысль о том, что, вот вы считаете, что можно и нужно что-то исправить, и когда вы это исправите, то все внезапно будет хорошо. Нет, это на самом деле не так. То есть, нет в вас ничего такого плохого и дурного, нет в вас чего-то неправильного, исправив которое, вы внезапно получите доступ к отношениям с мужчиной. Это процесс, процесс перемен. И процесс перемен желательно начинать для себя. Ну, просто потому, что это нормально, когда человек хочет кому-то что-то отдавать. Это нормально, когда человек чем-то делится. Это даже хорошо и приятно. Но, очевидно, не в важных случаях, потому что вы чего-то боитесь. Вот, по-моему, страх близости, а также страх потери свободы, личные границы, это то, с чем вам нужно работать. Также, мне кажется, что вашим очень важным моментом является значимость, собственно говоря, мужчин. Потому что частенько бывает так, что люди не могут построить отношения, именно потому что в глубине души для них эти самые отношения слишком важны. Ну, а в вашем случае, мне кажется, что есть ещё и столько убеждения, что это нереально тяжело. Нереально тяжело построить отношения с мужчинами. Хотя, на самом деле, это ни в коем случае не так. И, на самом деле, отношения построить достаточно легко. Если быть в них искренним, если быть в них естественным, если быть в них с собой. Ну, вот можете ли вы быть с собой? И почему вы не можете быть с собой, допустим, с мужчинами, да? Почему вы не можете быть с собой, с мужчинами? Это вопрос. Это большой вопрос. Вот. Так что ответ вам лежит примерно в этой плоскости. Личные границы, непростроенность которых определяет ваш страх близости. Вот. И, соответственно, некие такие глобальные цели, некое увеличение ваших духовных ресурсов с тем, чтобы вам было что давать другим людям. Ну, просто потому, что отношения это именно про то, чтобы давать. Это не про то, чтобы над отношениями именно работать. Чтобы стремиться, стараться их как-то устраивать. Чтобы стремиться, стараться что-то с ними делать. Ну, и так далее. И так далее. И тому подобное. Вот. Да, моя коллега Светлана совершенно справедливо отметила, что есть противоречия в ваших словах. С одной стороны, вы говорите, что вам комфортно одной. С другой стороны, вы говорите, как мне изменить ситуацию. То есть, тут либо вам не комфортно одной, и вы хотите изменить ситуацию. Либо вам комфортно, и ситуацию менять вы не хотите. Что касается одиночества, то одинокими люди могут быть только в процессе сознательного выбора, ну и только пережив какую-никакую близость. То есть, люди могут сделать сознательный выбор в пользу одиночества, но только в том случае, если, ну только в том случае, если это их именно сознательный выбор на пути к их ценностям. Ну, такие люди бывают. Но в противном случае, вы бы не говорили тогда, что это именно одиночество. То есть, вы не чувствовали бы себя одиночеством, одиноко. А так, получается, что вы себя чувствуете, а значит, речь идет о вытеснении. То есть, вы просто вытеснили вот это вот свое ощущение одиночества, которое у вас есть. Это, конечно, все предположения. Работать нужно непосредственно с вами, чтобы уже реально какие-то выстраивать рабочие гипотезы относительно того, что с вами происходит. Вот. Что касается того, что у вас не складывается личная жизнь, ну вот здесь можно предположить, что проблема с гендерным поведением, все тоже можно корректировать. Вот. И, как правило, когда это корректируется, то и соответствующие гендерные партнеры сразу же появляются. Вот. Это, в принципе, закон системы. Ничего здесь сверхъестественного нет. Вот так, в принципе, можно ответить вам на вопрос. Я не думаю, честно говоря, что имеет какое-либо основание считать, что у вас гендерон не удачницы. Потому что в отношениях нет удачи и не удачи, а отношения это не игра. Вот. А-а-а. Вот. Вот по поводу того, что с вами не так, я уже сказал, с вами не в чём всё в порядке. Просто какие-то вещи вмешательные, обычно, само собой. Это можно как бы подкорректировать. А-а-а. Вот. Ну и, соответственно, опять же, вот вы пишите, задают вопрос, я говорю, что уже поздно, время прошло, я смирилась, принадлежала судьбу. А это достаточно стереотипическое представление. С одной стороны, что после 30 лет женщина женщина не может вступить в отношения. С другой стороны, опять же, здесь противоречие. Если вы смирились, и если вы считаете, что время прошло уже поздно, насколько вы мотивированы меня отстаться. Потому что придётся в некоторой степени себя пристраивать. Придётся ломать привычные шаблоны поведения, поведения и мышления. Если готовы, можно вам помочь. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Вам, если понравилось, то буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.